Центром новостей на минувшей неделе оказался Камский автомобильный кластер, где первую скрипку играет, конечно, КАМАЗ, наступающий по всем фронтам. Уточнён график по развитию тяжёлых грузовиков серии К5, расширяется семейство среднетоннажников Компас китайского происхождения. Впервые в истории основан легковой дивизион, и любопытные процессы наметились в области лёгких дизельных двигателей для себя и для группы Соллерс, осваивающий в Елабуге грузовички китайской компании «Джак». АвтоВАЗ бросил все силы на перезапуск модернизированной «Весты», а ульяновский автозавод сконцентрировался на банальном выживании. Но легковой отечественный автопром выглядит откровенно кисло на фоне очень убедительных автобусов, о которых мы расскажем под конец выпуска. Головной завод автоВАЗа в Тольятти продолжает осваивать сборку модернизированной «Лады Весты». К началу декабря первая никка главного конвейера, которую раньше называли «линией B0», выпустила минимум три пробных автомобиля, которые останутся на заводе для тестов и обучения персонала. Сейчас всё указывает на то, что возобновление производства «Весты», ранее намеченное на март, состоится вовремя, без модных нынче сдвигов сроков вправо. Главной интригой остаётся исполнение этих автомобилей. Поскольку возобновление выпуска 16-ти клапанных двигателей 1.6 — сам президент АвтоВАЗа Максим Соколов откровенно анонсировал только к маю 2023 года — то вполне очевидно, что как минимум три первых месяца «Веста» будет выпускаться с грантовским восьмиклапанником ВАЗ-11182. На данный момент ничего иного у АвтоВАЗа просто нет. Нет альтернативы и у пятиступенчатой механической коробки. Тольяттинские специалисты плотно занимаются подбором автоматической или роботизированной трансмиссией в Китае. Паблик АвтоВАЗ Ньюс ранее сообщал, что все работы вместе с сертификацией планировали закончить к весне. Но Максим Соколов только что дал весьма безрадостное интервью изданию «Форбс». По словам главы автогиганта, автоматическая коробка и электронная система стабилизации ESP вернутся только в 2024 году, а ВС — в 2023. Как сообщает паблик АвтоВАЗ Ньюс, внешний вид первых «Вест», собранных в Тольятти, мало отличается от серийных ижевских машин, представленных в феврале. Если предположить, что сборку отрабатывают на базовой комплектации, то список упрощений будет примерно таким. Боковые зеркала и дверные ручки выполнены чёрными, колёсные диски — стальные и штампованные, в салоне — кондиционер, четыре подушки безопасности, простой пластиковый руль без кожаной отделки с четырьмя кнопками справа и заглушками слева, ликвидирована мультимедийная система и потолочный отсек для очков, но сохранена кнопка старт-стоп. В этом же интервью Форбсу Максим Соколов уточнил планы по новинкам. Сменщик Гранты, то есть Рено Логан третьего поколения с изменённым кузовом и на ВАЗовских агрегатах, по-прежнему заявлено в 2024 год. Партию электрических «Ларгусов» соберут в Ижевске в конце следующего года. Кстати, по слухам, опытный образец уже есть и отправлен на ВАЗовский полигон в Сосновке. Но главное — кроссовер на платформе «Весты», ранее намеченный на 2025 год, теперь прямо назван переднеприводным. Ранее мы предполагали, что под этой моделью будет скрываться нереализованный проект «Весты» с кузовом хэтчбэк. Такая машина мельком засветилась в одном из заводских видеороликов. Как видим, эта наша догадка продолжает получать подтверждение. Ульяновский автозавод прекратил приём заказов на внедороженький «Патриот» с автоматической коробкой. Очевидно, в Ульяновске иссякли запасы агрегатов фирмы «Панч», которые приходили непосредственно из Франции. Напомним, что шестидиапазонную гидромеханическую трансмиссию серии Powerglide 6L50 российскому автопроизводителю поставляло бывшее французское подразделение концерна General Motors, ставшее независимым. Впрочем, у дилеров есть некоторое количество двухпедальных машин. Однако стоят такие УАЗики около трёх миллионов рублей. На миллион дороже, чем рекомендует производитель. А потому расходятся вяло. Для справки, в августе 2019 года, когда только стартовали продажи автоматической модификации, её было вполне реально купить примерно за миллион рублей. То есть доплата составляла 100 тысяч. Что касается нынешней ситуации, то охотнее всего россияне приобретают простые комплектации патриотов. Разумеется, с механической коробкой. Так, в сентябре наши соотечественники купили чуть больше 600, а в ноябре уже тысячу внедорожников. В теории дилеры должны продавать базовые версии Base и Classic примерно за полтора миллиона рублей. Но по факту они сейчас уходят клиентам на 200-300 тысяч дороже рекомендованной розничной цены. А вот продажи бескапотных грузовиков, то есть буханок и головастиков, подскочили до рекордных значений. По итогам ноября из автосалонов забрали больше полутора тысяч представителей старого грузового ряда. Притом ульяновских старичков трудно назвать доступным вариантом. Дилеры должны продавать бескапотники за 1 миллион 300 тысяч рублей, но на местах уверенно накручивают от 150 до 200 тысяч сверху. Так что итоговая цена составляет около полутора миллионов. А ещё дилеры УАЗа начали продавать упрощённую модификацию развозного грузовика Профи. В целях экономии ульяновский автозавод лишил машины подушек безопасности, а также внедрил сиденья без регулировки поясничного подпора. Помимо этого коммерческий автомобиль отныне оснащается китайской механической коробкой передач. Все эти упрощения никоим образом не повлияли на ценники. Стоимость модели, на удивление, осталась прежней. Камский автомобильный кластер посетили вице-премьер Денис Мантуров и президент Татарстана Рустан Миниханов. Главный повод, конечно, возобновление работы завода «Солерс Алабуга». Буквально в соседнем здании началось серийное производство кроссоверов «Аурос Комендант». В ноябре Комендант получил одобрение типа транспортного средства, и основной конвейер сможет в каком-то ритме собирать автомобили. «Проект «Аурос» – это действительно один из пилотов такого уровня автомобиля у нас в стране. Мы не производили, надо сказать честно, и в советское время, если даже говорить представительского класса, это были штучные, ручные работы автомобилей, которые производились в единичном количестве. Это все-таки уже серийный автомобиль, и он находится в открытом доступе для потребителей». Впрочем, фактическое значение события мы оценим позже, ведь статистику производства и продаж «Аурос» обещает раскрыть только через два года. Конечно, высокие гости не могли не побывать на КАМАЗе. Чиновникам показали «Москвич», причём в электрической версии 3Е. И не случайно, ведь держателем ОТТС на «Москвиче» является сам КАМАЗ, который формирует сейчас свой легковой дивизион. Возглавил подразделение Александр Мигаль, в прошлом глава российских представительств КИА и ПСА. Кроме того, в объектив протокольной камеры впервые попал среднетоннажник «КАМАЗ КОМПАС» с двухрядной кабиной. «Полной массой будет 3, 5, 9, 12. Здесь выставлено полной массой 5 тонн». «Денис Валентинович, тут важно, что с «Солерсом» двигатель вот этот вот 2,7 — это единый». «Голос за кадром» — это гендиректор «КАМАЗа» Сергей Кагогин, который сообщает Денису Мантурову о том, что двигатели «КОМПАСа», что представляет собой перелицованный китайский «Джак», родственны мотором малотоннажников «Солерс». Напрашивается вывод, что в локализации этих дизелей на бывшем моторном заводе «Форда» заинтересованы и «Солерс», и «КАМАЗ». Вот только есть одно важное «но» — на этом самом заводе имеется обрабатывающее оборудование, но нет литейного, а без локальной отливки блока цилиндров затея теряет всякий смысл. Оборудование, принадлежащее «Солерсу» заволжского моторного завода для современных изделий категорически не годится, так что помочь могут либо «ГАЗ», либо «КАМАЗ». Первый злейший конкурент «Солерса». И трудно представить, чтобы группа «ГАЗ», осваивающая сейчас производство китайского дизеля марки «Фотон» на замену импортным китайским «Каминзам», решила содействовать своим прямым соперникам. А вот «КАМАЗу», как видим, дизели «Джак» вполне пригодились бы. Но есть ли ресурсы на их освоение — вопрос. Напомним, что помимо регулярного выпуска грузовых двигателей, перед литейкой «КАМАЗа» стоит задача освоить блоки цилиндров для «Ауруса», но за последний год дальше опытных образцов дело не продвинулось. «КАМАЗ» провёл в набережных Челнах двухдневную дилерскую конференцию, на которой гендиректор Сергей Кагогин уточнил судьбу грузовиков свежих поколений К4 и К5, по производству которых больно ударили санкции. Так, с весны «КАМАЗ» собирал машины в замедленном режиме из накопленных комплектующих. Начиная с августа завод наладил параллельный импорт, и производство грузовиков стало ритмичным. Ежемесячно с конвейера выходит около сотни машин поколения К4 и примерно 150 поколения К5. Такой темп «КАМАЗ» будет выдерживать до января. Много это или мало? Для уходящей серии К4, когда-то занимавшей около 20% выпуска камских грузовиков, нынешний темп невелик. Но спасать это семейство бессмысленно. Выпуск исходного Мерседеса Аксор прекращён, и турецкие компоненты для той же кабины начали дорожать уже давно. А вот новейшие КАМАЗы К5 спешно локализовывают. Производство этих машин началось ещё в 2019 году, но максимальный досанкционный темп был достигнут к нынешней весне — около 200 машин в месяц. Другое дело, что в 2022 году КАМАЗ собирался не снижать, а в разы наращивать производство. Теперь понятно, насколько вправо сдвинулись эти сроки. Как объявил Сергей Кагогин, с февраля 2023-го КАМАЗ будет собирать по полтысячи полностью импортозамещённых К5 с дальнейшим увеличением выпуска до 700 тысяч автомобилей в месяц. Поскольку в следующем году семейство прирастёт несколькими модификациями, то всего в 2023-м должно быть изготовлено около 10 тысяч КАМАЗов К5. Это в пятеро больше, чем в 2021-м. Помимо грузовиков, заместить европейские агрегаты нужно и на КАМАЗовских автобусах. А вот главная премьера автобусной выставки BW Expo — 19-метровая низкопольная гармошка серии 6299 — ожидаемо получила от поднебесных поставщиков узел сочленения. На самом деле найти хорошего поставщика для них достаточно трудно, ведь двухзвенный КАМАЗ построен по прогрессивной толкающей схеме с двигателем в прицепной секции. Этот мотор носит индекс 689, а по факту представляет собой национализированный 9-литровый камень с отдачей 340 сил. С ним состыкована шестиступенчатая автоматическая коробка, происхождение которой неизвестно. Питается рядная шестёрка компримированным газом, а учитывая петербургский цвет кузова, нетрудно догадаться, что производитель готов предложить гармошки перевозчикам северной столицы. А ещё КАМАЗ и НЕФАЗ показали 12-метровый дизельный полу-низкопольник для пригородных рейсов. Он должен стать конкурентом Лиазом 5292, который активно используется на подмосковных маршрутах. Соответственно, в салоне 83-х местного автобуса установлены не жёсткие кресла, а более удобные для дальних поездок мягкие сидения. Их здесь ровно 40 штук. Двигатель — ещё один национализированный Cummins. Коробка передач, в отличие от гармошки, названа чётко — это шестиступенчатый автомат китайской марки FastGear. Вахтовку, которую челнинский автогигант построил по заказу «Газпрома», мы впервые оценили на Петербургском газовом форуме. Пассажирская машина построена на грузовом шасси 43502, на которое водрузили цельный монокузов, а ходовую часть доработали — спереди появились длиннолистовые рессоры, а сзади — пневматические элементы. В движение новинку приводят двигатель отдачей 290 сил, с которым состыкован шестидиапазонный автомат FastGear. Мотор, кстати, китайский марки Vechai. Хотя поговаривали, будто поднебесный моторостроитель отказался от поставок агрегатов на подсанкционный КАМАЗ. В любом случае, 500 рядных шестёрок для «Газпромовского» проекта найти удалось. А напоследок поговорим о пассажирских машинах Минского автозавода. Эффектное третье поколение автобусов МАЗ представил в 2020 году. У 300-й серии полностью новый стальной каркас, выполненный по принципу «колец шпангоутов». Так сейчас строят автобусы именитые марки. Характерная крыша, напоминающая горб Зубра, и большая часть бортов по последней моде скройны из пластика. От второго поколения пассажирских машин остался только задний портальный мост марки CTF. Из ассортимента этого производителя также подобрали коробку передач и переднюю ось, а двигатель взяли марки Mercedes-Benz. Понятно, что вскоре конструкцию городского флагмана пришлось полностью перелопачивать — внедрять мотор Vechai, коробку FastGear и мосты Hyundai. А кроме того, масштабная переделка потребовалась и электрической версии модели. Результат мазовцы предъявили на московской выставке BW Expo. Объявлено, что сборкой аккумуляторных ячеек и производством тягового оборудования занималась российская компания Ethelmo. Емкость батарей — немалые 400 кВт-часов. Кузов и салон белорусы делают своими силами, а мосты и мотор приходят из России. В любом случае, МАЗ, вопреки санкциям, сейчас готов принимать заказы и на дизельные, и на электрические автобусы третьего поколения. А главной новинкой от белорусской марки оказался троллейбус. Как легко догадаться, кузов инженеры взяли от новой генерации автобусов, куда внедрили центральный асинхронный двигатель мощностью 210 сил. Из салона электрической машины за ненадобностью убрали моторную шахту. Это позволило увеличить полезную площадь пола, а также нарастить количество сидений до 30 штук. Общая вместимость моделей составляет 82 человека. Интересно, что система автономного хода построена на основе суперконденсаторов. Их срок службы превышает 20 тысяч циклов заряда-разряда. А ёмкость такова, что машина может преодолеть порядка 50 километров без контактной сети.